У меня вопрос о ревности и изменах. Это уже крайне на сегодня. Как считаете, какие рамки не должны переходить люди, будучи в отношениях? Иными словами, измена – это лишь сам факт, простите, некоего акта. А что за измена не считается? Как-то кудрявый вопрос задан. Извините, Дмитрий, на Днем Ангела, кстати, сегодня Дмитрия Солунского. Измена – лишь сам факт, некоего акта. А что за измена не считается? Слушайте, если я правильно понимаю то, что вы спросили, то, вступая в отношения с человеком, вообще такое странное слово – отношения. Ну ладно, воспользуемся им. Вступая в отношения с человеком, юноша, например, протягивая руку девушки, вступая с ней в общую жизнь, назовем это так, начиная с ней общую жизнь, это будет как-то по-человечней звучать, он сразу за кадром, как бы сказать, подразумевается, что, в приложении к документу предразумевается, что он берет на себя целый ряд неких непрописанных обязательств. И она тоже. Ты будь для меня, а я буду для тебя. Ты не флиртуй ни с кем, и я не буду флиртовать ни с кем. Если я задержался, не переживай, я не с другой женщиной. Если ты задержалась, я верю тебе, ты не с другим мужчиной. Можешь не обнюхивать меня, от меня духами не будет пахнуть. Я, если что, я тебе скажу... Короче, нельзя вступить, мне кажется, это не человек, это бесчеловечно и дико, когда, например, вот заключаются такие союзы, ситуативные или там договорные, как у Симона де Бувуар с Жан-Поль Сартером. Он говорит, спи с кем хочешь, и позволь мне спать с кем хочешь. Но при этом мы будем как бы жить вместе. Это выродочные какие-то, значит, совершенно выродочные отношения, именно отношения, которые унижают человека и в конце концов приводят к катастрофе, потому что и у Симона пришли к катастрофе. И прожили жизнь свинскую, интеллектуальную, конечно, полную написанных книг. На самом деле жизнь свинскую, с чем можно близко познакомиться. И таких, как они, много есть на свете, таких фантазеров, которые живут в самых разных немыслимых сочетаниях, как любили в троечку жить, например, до революции, там Некрасов с Панаевыми, там Маяковский с Бриками. То есть у людей плохо с совестью, как бы, значит, они бога не боятся. Потом они заканчиваются очень плохо. Вообще потом они платят за эту дорогую цену. Но пока им это нравится, они это делают. Поэтому я считаю, что даже если вы не расписаны и не венчаны, но вы протянули руку девушке, или она шагнула шаг навстречу вашей объятия, то это значит, что я для тебя, а ты для меня. То есть ты не только ни с кем не спишь, но ты никому не даешь намеков, никому не подмаргиваешь, ни перед кем-то не вертишь хвостом, никого не увлекаешь за собой в темной аллее, потому что тебя проводили. Ну то есть ты думаешь обо мне, я думаю о тебе, я жду тебя, и ты жди меня, я стремлюсь быстрее вернуться к тебе, и ты быстрее вернись ко мне, когда мы не вместе. Потому что ну все уже, ну вы вместе. А иначе зачем это все? А иначе это то, что у мух на подоконнике. Они без росписи и без венчания, так сказать, делают свои мушиные дела. Пожужжали, когда там посплетались, потом разжужжались, разлетелись. Но человек это не муха, по моему глубокому убеждению. Поэтому верность – это непременные условия любых отношений. Нужно быть верным, если хотите, своему рабочему коллективу, если ты в нем работаешь. То есть нельзя из него выносить сплетни наружу, мусор всякий там, и наушничать, например, о своих коллегах, например, чужим людям. Нужно быть верным в семье, надо быть верным в семье своей, надо быть верным в своей родине. Как бы банально это ни звучало, в ушах некоторых сумасшедших. Надо быть верным в своей родине. Надо быть верным Богу и Церкви. Надо быть верным своим обещаниям, клятвам, присягам, обязательствам, долговым, если вы хотите, там, кредитным, там, раз ты не дал слово «крепись», дал слово «держись» или наоборот только. То есть верность должна быть во всех отношениях. То есть вообще люди в отношении к Богу называются верные. То есть верные, а оглашенных помолимся, да Господь помилует их. То есть те, которые присещаются, молятся Богу регулярно, они называются не верующие, а верные. Поэтому верность – это такой интегральный признак здоровой души. И раз вы в эту тайну оба вступили с девушкой, и вы погрузились в эту тайну общения полов, тайну мужчины и женщины, это величайшая тайна, грандиозная тайна. Из нее, расцветая, выходит вся красота мира, вся живопись, вся архитектура, все песни, все пляски, все народы из народной традиции, все притчи и сказки, все… Оттуда все это из тайны пола расцветает. И вы вступили в эту тайну. Конечно, вы должны быть верные, иначе кто вы будете? Жители Содома и Гоморы? Два очередных развратника? Типа, я тебе ничего не обещала, да, там, и пошла там в кусты какие-то, да, или ты там, я тебе ничего не обещал, как бы уходи, забирай чемоданы, как бы я пришел со следующей барышней. Я не знаю, кому хочется так в свинске жить, потому что свинская жизнь – это не человеческая жизнь, это жизнь ниже достоинства. По-моему, я достаточно объяснил вам то, что я думаю по этому вопросу.